Для школьников в зале, посвященном Великой Отечественной войне, провели интерактивное мероприятие с викториной, конкурсами, призами. Юным сучинцам предоставили возможность продемонстрировать знания истории. Но прежде для ребят провели полный экскурс по всем этапам событий 70-летней давности. Чтобы они все веки историю нашей страны знали, помнили и гордились тем, что у нас есть ветераны, которые дали нам всем возможность жить в мирное время. Сотрудники музея рассказали ребятам, что 70 лет прошло со дня подписания акта о безоговорочной капитуляции Японии. В памяти же человечества эта война остается одной из самых жестоких в истории, в которой погибло более чем 65 миллионов человек из 40 стран. Естественно, мы сегодня будем говорить и о сочинцах, участниках Великой Отечественной войны, и о сочинцах, которые участвовали в кампании уже по второй части Второй мировой войны. Это победили Квантунскую миллионную японскую армию на Дальнем Востоке. Многие были участниками этих событий. И за победу над Японией в последний период Второй мировой войны очень много сочинцев было награждено медалью за победу над Японией. Показали ребятам и реликвии музея. Последние медали Второй мировой. Это медаль за победу над Германией и медаль за победу над Японией. Внимание школьников обратили на взгляд генералиссимуса, который на первой медали устремлен на Запад, а на медали за победу над Японией – на Восток. Своя программа сегодня была и у ветеранов. Для них администрация Центрального района организовала экскурсию по даче Сталина. Продолжение следует...